В Одессе провозгласили создание Народной Республики Новороссии. Такое решение приняли участники массового митинга, который прошел в городе. Народным президентом избран глава Союза православных граждан Украины Валерий Кауров. По его словам, провозглашение Одесской Народной Республики стало ответом на нарушение пасхального перемирия. Националисты правосектора в ночь на 20 апрель атаковали блокпост Славянский. Погибли трое мирных жителей. Одессу также не устраивает тот факт, что Киев арестовал одного из лидеров Харьковской Народной Республики Константина Долгова. Задержания опасаются и Народный президент провозглашенной республики Кауров. Самоназначенные власти завели на него уголовное дело. И сейчас с нами на прямой связи сам Валерий Кауров. Валерий Владимирович, слышите ли вы студию? И если да, то сколько человек проголосовали за провозглашение республики? Я слышу вас хорошо. Хочу поздравить вас, приветствовать пасхальным приветствием. Христос Воскресе. И сказать о том, что действительно вчера в Одессе, в первый пасхальный день, когда воскрес Господь наш Иисус Христос, была провозглашена Одесская Народная Республика Новороссия. Почему в этот день? Как вы правильно заметили, действительно это был ответ на те репрессии, которые были развязаны киевской хунтой в Донецке, в Донбассе, в Харькове. Но прежде всего мы захотели подтвердить и показать всему миру, что воскрешается имя Новороссия, которое произнес свои речи в своих ответах с журналистами. Владимир Владимирович Путин, президент России. Он сказал тогда, что это историческое название того края, который был создан при помощи России, что там живут русские православные люди и хотят вернуть это название своему благословенному краю. Вот и вчера мы на Куликовом поле, при большом скоплении людей, при скайп-конференции провозгласили Одесскую Народную Республику Новороссия. И теперь мы будем делать все, чтобы она стала субъектом будущей федерации, жестко ориентированной на дружбу с Россией. Господин Кауров, а насколько легитимно это решение? Вообще сколько людей, по вашим оценкам, поддерживает это решение? Как только информация о том, что на Куликовом поле провозглашена Одесская Народная Республика Новороссия, дойдет до всех одесситов, поддержка будет массовой. Дело в том, что сегодня нет патриотических каналов в Одессе, которые бы поддерживали, жестко поддерживали бы Куликовое поле и давали бы объективную информацию об этом. Недавно один деятель по фамилии Спивак спивал, перефразируя его фамилию, на одном из украинских каналов ICTV о том, что Куликового поля вообще, городка Палаточного, там не существует. Распространяя такую дезинформацию. Безусловно, это неправда. Городок стоит, в нем есть три части, центральная часть, православная часть, которой я непосредственно руковожу, и славянская дружина. Мы координируем все наши действия, имеется общий координационный штаб. Но провозглашение республики было инициировано именно православными, в день Пасхи, так как мы хотели это обозначить воскрешением, с воскрешением с нашим Господом Иисусом Христом. Безусловно, одесситы поддерживают все, что происходит на Куликовом поле. Ведь Одесса – город-герой. У нее славные традиции, героические традиции. Одесса не приемлет Киевскую хунту. Одесса будет праздновать 9 мая, праздник Победы. И Одесса скорбит о том, что сегодня во Львове праздник 9 мая объявлен трауром. И Киевская хунта это поддерживает. Вот настолько мы разные. Конечно, Львов не поддержит Одесскую народную республику. А одесситы, безусловно, поддержат. Господин Акаворов, вы сейчас находитесь в Москве. Вам угрожают, я правильно понимаю? Безусловно. У меня произведен в квартире обыск. Шестеро автоматчиков 1 апреля вломились ко мне в дом. Сломали сначала тамбурную дверь. Принялись ломать входную дверь, бронированную. Там находился мой сын. Его повалили на пол, когда он открыл дверь, для того, чтобы предохранить ее взлом. Заломали руки за спину, одели наручники. Провели обыск. Искали оружие, искали деньги, которыми я якобы финансирую палаточный городок. И иные, компрометирующие меня документы. После этого вручили ему повестку и изъяли системный блок из моего дома. Объявили, что против меня возбуждено. Я прохожу по уголовному делу, как подозреваемый по делу Антона Давидченко. И меня так же, как и его, обвиняют в так называемом сепаратизме. То есть то, что мы поставили на Куликовом поле свой палаточный городок и требуем федерализации Украины, это считается сепаратизмом. То, что во время Майдана, Евромайдана, с ноября по февраль месяц, мы знаем, какие действия там проходили. Захваты зданий, убийства, а также захваты административных зданий по Западной Украине, избиение губернаторов, воздружение над зданиями, государствами, флагов Евросоюза и других европейских государств, это сепаратизмом никто не называл. Когда заживо жгли людей, убивали беркутов, похищают людей до сих пор, им все можно. Нам же говорить о том, что мы Новороссия, невозможно. Они считают это сепаратизмом. Но нас не напугать. Одесситы не трусливый народ. Одесса давно проснулась. Просто нужно лучше скоординировать наши движения, побольше информационной поддержки из России, потому что вы знаете, что каналы отключены. Но у нас на Куликовом поле стоит большой плазменный телевизор, на котором транслируются российские каналы, и Одесситы приходят и получают объективную информацию. Однако этого мало. Необходимо прорывать информационную блокаду, и чем быстрее, тем лучше. И тогда мы все вместе сможем освободить наш богоспасаемый край от киевской бандеро-фашистской хунты. Господин Коваров, последний вопрос. Скажите, пройдена ли точка невозврата? То есть, будущее с Украиной у Одесской Новороссии есть или нет? Будущего с Украиной у Одесской Новороссии нет. Потому что у нас абсолютно разные взгляды на нашу страну. Мы видим, как нам навязывают иные чуждые ценности. Во-первых, начались репрессии против священников Украинской Православной Церкви. Так пострадал отец Олег Мокряк, у которого тоже был произведен обыск. Так же пострадал секретарь Одесской Епархии, отец Андрей Новиков, которого вызвали на допрос в СБУ, и где хотели его там после этого арестовать. Репрессии развязаны против всей Украинской Церкви. В наши храмы приходят бандеровцы, заставляют молиться за так называемую Небесную Сотню, где раскольники, униаты и атеисты. Да, большое спасибо. Да, большое спасибо. Мы вас поняли. На прямой связи со студией был президент провозглашен Республики Новороссия Валерий Кауров.